Эта казарма построена во второй половине 19 века, но они интересны даже не столько своей историей, сколько своим предназначением. Подо мной сейчас находится огромный подземный резервуар. Так что можно попробовать себя в роли югославского офицера. Давайте отправимся внутрь этого сооружения. За лестницей располагались стрелковые позиции. Здесь находятся аналоги капониров. Тут была натянута колючая проволока. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Step Road. Черногория на протяжении веков боролась за свою независимость. Она находилась то под гнетом турков, то под гнетом Австрийской империи, позднее Австрии и Венгрии. Именно из-за всех этих событий, из-за всех этих факторов на территории Черногории существует множество различных фортификационных сооружений, относящихся к самым разным эпохам, к самым разным временам. И сегодня я вам покажу несколько очень интересных фортификационных сооружений, которые строили австрийские военные, австрийские военные инженеры во время Австро-Венгерской империи. Эта казарма построена во второй половине 19 века австрийской армии. Внутри самой казармы смотреть не на что, все, к сожалению, давно уже растащено, развалено, разве что вот остатки кухни. Там за этой стеной была солдатская столовая, скорее всего, а здесь находилась кухня. Позднее, уже спустя столетия, эти постройки использовались Югославской национальной армией после Второй мировой войны. Но они интересны даже не столько своей историей, сколько своим предназначением. Это водосборный узел. Но не просто водосборный узел. Здесь собирали воду и здесь находился резервуар, точнее он и сейчас находится, для хранения воды. На территории полуострова Луштица, где, собственно, этот комплекс и расположен, есть проблемы с водоснабжением. Точнее, не просто проблемы. Здесь отсутствует как таковое водоснабжение. И вода здесь используется исключительно дождевая. Так называемые резервуары кишницы, в которые собирают дождевую воду. Название это пошло от слова «киша». По-сербски, по-черногорски это значит «дождь». То есть здесь собирают дождевую воду, она хранится в резервуарах и используется уже непосредственно потребителями. В данном случае войсковой частью она использовалась. И для того, чтобы обеспечить эффективный сбор больших объемов дождевой воды, то есть вот этот водосборный узел, он обеспечивал водой несколько подразделений. Сначала австро-венгерской армии, потом позднее уже югославской армии. Соответственно, требовались большие объемы для сбора этой самой дождевой воды. И вот это вот наклонное сооружение, построенное, скорее всего, еще во времена австро-венгерской империи, судя по камню, который здесь использован. И вся вот эта вот конструкция, она и предназначалась для сбора дождевой воды. А подо мной сейчас находится огромный подземный резервуар, в котором и хранилась эта дождевая вода. И дальше она уже распределялась между потребителями, в данном случае войсковыми частями, которые здесь располагались. В самые нижние точки этой конструкции и можно видеть дождеприемные решетки, через которые и обеспечивался сбор дождевой воды в этот самый подземный резервуар. Кстати, судя по тому, как изготовлены эти решетки, судя по таким могучим массивным ручкам, по-моему, это все еще из чугуна сделано, скорее всего, это и было изготовлено во времена еще тоже австро-венгерского владычества здесь. Но самое интересное заключается даже не в способе сбора воды, а в том, что, как мне рассказал один местный товарищ, который, собственно, охраняет всю вот эту территорию. Здесь расположена электрическая подстанция, которая является охраняемым объектом, и он, собственно, при нем работает. Итак, смысл заключается в том, что и по сей день на полуострове Луштица проблемы водоснабжения тоже решаются с помощью вот этих вот кишниц и дождевой воды. Мыслим, что из-за обе сграды вода сунала из резервуара завода. Да, да, наша вода, потому что мы ее используем, потому что здесь нет воды, мы не имеем воды, и мы ее используем. Мы ее держим, чистим, выполняем, водогасная доход, понимаешь? А откуда вода здесь идёт? Кишница, киша. А только киша? Близлежащие населённые пункты как раз используют в качестве питьевой воды, в качестве технической воды воду, которая собирается при помощи вот этой вот кишницы, и которая находится сейчас подо мной в этом резервуаре. Здесь же можно полюбоваться и архитектурой второй половины XIX века, вот этими самыми казармами, которые строили австро-венгры. А на заднем плане как раз находится та самая электрическая подстанция. Кстати, друзья, если кто-нибудь сможет опознать вот такую конструкцию, это уже вторая конструкция, которая у меня встречается именно на этой территории, то пишите в комментариях, для чего это могло использоваться. Там нету никакого подземного входа, то есть это просто вот бетонная конструкция с полукруглой выемкой с одной стороны и полностью глухая с другой стороны. Для чего это могло использоваться, я, например, даже предположить не могу, будет очень интересно почитать ваши комментарии. Одно из старых зданий постройки еще XIX века. Тут вот можно видеть летучую мышку, но интересно, конечно, не мышка, а интересно, как все это было построено, архитектурные особенности. Обратите внимание, какие элементы декора сделаны над окном. Окно само с могучей решеткой и решетка на заклепках. Но это место интересно не только периодом, когда здесь находились австро-венгерские войска, но и более поздним, второй половиной XX века, когда на территории этой базы стояли уже военные Югославской национальной армии и тоже использовали эту кишницу как водосборный узел, только уже для югославских военных. И вот здесь вот мы видим уже современный, конца второй половины XX века, амфитеатр. Обратите внимание, вот эта вот конструкция, она сделана в форме амфитеатра. Здесь находились скамьи, столики, я так понимаю. Чем-то отчасти похоже на нашу парковую архитектуру, тоже второй половины XX века. А вот здесь вот находилась скамейка, и перед ней тоже расположен был столик, где, видимо, сидели офицеры. То есть в этом амфитеатре сидели солдаты, здесь офицеры. И, скорее всего, проводились какие-то планерки, обсуждались какие-то тактические вопросы. Может быть, политрук тут вел свои проповеди. Где я вот сам, правда, не служил, ни в советской, ни в российской армии, поэтому немножечко далек от военного дела. Потихоньку, изучая необычные технические решения и интересные какие-то архитектурные моменты, мы добрались до уже границы участка, где находилась военная база. И здесь в свое время была натянута колючая проволока. Стоят столбы, возможно, даже где-то эта колючая проволока сохранилась. А мы сейчас как раз двигаемся вдоль границы территории военной базы. И мы можем полюбоваться на потрясающие виды, которые открываются от границы территории бывшей военной базы. На противоположный берег Бока-Которского залива, где находится поселок Кумбар, военно-морская база Кумбар, там чуть левее, а Герцог Нови, Игола. Поселки, которые входят в состав общественных Герцог Нови. Но и на этом не заканчиваются различные маленькие интересности на этой территории. Мы сейчас отправимся в подземное сооружение, которое относится к этой военной базе. Чтобы добраться до этого подземного сооружения, приходится прибираться по такой вот тропинке, которая уже практически заросла, уже вообще почти не видна. И вот вход в подземное сооружение, которое, судя опять же по архитектурным чертам, по архитектурным особенностям, строилось еще при Австро-Венграх. Здесь присутствует массивная дверная коробка, на которой навешивались могучие двери. Двери явно тут были могучие. И что характерно, судя по этим заклепкам, судя по тому, как крепятся петли к дверной коробке, мне кажется, что она не перестраивалась во времена Югославской народной армии. Она именно вот в таком виде дошла до нас со времен Австро-Венгрии. Что ж, давайте отправимся внутрь этого сооружения. Сооружение, надо сказать, незамысловатая. Хотя при входе оно имеет такой вот поворот. Сначала градусов на 70, а потом почти на 90 градусов. Очевидно, это было сделано для огошения энергии взрыва. Хотя тогда и не было столь разрушительных боеприпасов. Но в любом случае, тогда уже задумывались об этом. И здесь, собственно, одно помещение, одна комната. Где-то метров 10 на 6, наверное. Может быть, даже меньше. 8 на 5. Высотой порядка 3 метров. И мы переместились на пару километров в сторону от той базы, где был водосборный узел. Здесь тоже располагалась военная база. Сначала, судя по архитектуре, судя по некоторым историческим данным, основали эту базу австро-венгерские военные в конце 19 века. И потом, позднее, уже сюда пришли югославские вояки, югославская национальная армия. Здесь при въезде на территорию, как у нас сказали бы, стандартная входная группа, а именно шлагбаум. Бытовочка для караульного. Караулка разрисована в традиционных военных цветах. цвета хаки. И дальше нас встречает ангар, который сейчас уже практически полностью разобран. Скорее всего, здесь тоже была какая-то база хранения. Но на самом деле интересна вот эта вот база тем, что, во-первых, здесь тоже сохранилась архитектура с конца 19 века. И, во-вторых, здесь тоже находится кишница. Чуть поменьше, чем та, которую мы видели до этого, но тоже достаточно внушительная. Вот мы подходим к этой кишнице. Здесь немножечко она поменьше по площади водосбора, но принцип действия такой же. И тоже она используется и по сегодняшний день. Вот здесь вот хорошо можно разглядеть пластиковые трубы уже современные. А вот сама кишница. тоже тут везде присутствуют остатки заземления. А ниже кишница находился плац. Сейчас мы туда выйдем. А пока полюбуйтесь бурной растительностью и остатками старой архитектуры. Обратите внимание, что здание построено из камня. И камень этот идеально пригнан один к другому. Очень качественно все сделано. Плюс из кирпича присутствуют декоративные элементы. Элементы, которые украшают это здание. Проходим вдоль разрушенного здания. Сразу стоит обратить внимание на то, что при выходе на плац здесь были ворота. Сохранились петли, сохранились направляющие на полу, по которым эти ворота открывались и закрывались. И вот мы уже на плацу сверху. Справа как раз находится эта самая кишница за вот этой подпорной стеной. Еще интересная деталь. За лестницей располагались стрелковые позиции для обороны вот этой воинской части, когда тут еще стояли австрийцы в случае нападения на них с земли сухопутных войск. Вот это вот тоже, видимо, кишница, только старая. Другого объяснения этой конструкции нельзя найти. И давайте поднимемся наверх, посмотрим стрелковые позиции. Хотя сейчас, я думаю, что там снаружи, то есть в ту сторону, куда они должны были обороняться, солдаты, исключительно хорошо все заросло. А вот эта конструкция сверху. Ну и да, скорее всего, это тоже была кишница. И заодно можно полюбоваться видами на плац. Говорят, в одном из зданий была баня. Вполне возможно по количеству труб, что здесь была казарма и баня. Вполне возможно, не исключено такое. покидая плац, мы оказываемся на площади из нескольких старых домов. Но и тут же нас ждут сооружения уже 20-го века. Второй половина 20-го века, когда здесь стояла Яглаславская национальная армия. И здесь у них была очередная база хранения. Здесь находятся такие вот аналоги капониров, не обвалованных землей, просто для хранения какого-то инвентаря или же может быть даже боеприпасов. Интересно, кстати, что все они имеют вентиляцию. Внутри сейчас здесь очень тепло, потому что внутри вот эта вот металлическая конструкция, она нагревается к вечеру как раз и сейчас здесь намного теплее, чем на улице. Интересно, что один из этих складов сейчас даже используется. Тут стоят свежие ворота, висит замок и свежий патрубок вытяжки. И опять же стоило только выйти за территорию, которая являлась территорией военной базы. Тут колючка, была натянута колючая проволока по периметру всей базы. Здесь вот она сохранилась. Здесь на территории осталось еще несколько зданий, но они все пустые, представляют из себя просто каменные, кирпично-каменные коробки. И делать там, собственно говоря, нечего. Поэтому сейчас я отправляюсь искать место под ночевку, место под лагерь, где я смогу поставить палатку. Это будет очередная моя ночь на полуострове Луштица. А завтра мы с вами отправимся смотреть две крепости 19 века. Очень красивые фортификационные сооружения, построенные австро-венграми. Надо сказать, что одна из них сохранилась великолепно, вторая частично руинирована, и причем, что самое интересное, причин ее разрушения достоверно так не знает никто по сей день. Хотя есть определенные версии, которые я озвучу, когда буду рассказывать об этих крепостях. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. И если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, чтобы помочь нам в его продвижении и в развитии канала. До скорых встреч и всего вам самого наилучшего! Субтитры сделал DimaTorzok